заварил себе с утреца вот такой бочоночек чая ну и думаю не положить ли мне туда метка подсластить как говорится и славу зевсу что подписчики канала привозят вот такие вот интересные бочоночки свежайшего меда вкусного и полезного мне так кажется но перед тем как положить этот мед непосредственно в чай я задумался а вдруг ли мед вредит моему сердцу а сердце как известно пламенный мотор и понятно необходимо эту тему изучить и конечно выходит новый мета анализ по данной теме усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед-вперед к знаниям начнем как всегда с introduction было показано что высокое потребление добавленных или свободных сахаров способствует росту ожирения диабета 2 типа сердечно-сосудистых заболеваний рекомендации по охране здравоохранения питания призывают сокращению потребления добавленных сахаров при этом органы здравоохранения рекомендуют потреблять их не более 5-10 процентов от общего количества потребляемой энергии в день большинство регулирующих органов включая возг фонд какого-то сердца инсульта и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сша это fda включают мед в свое определение свободных или добавленных сахаров напротив мед часто рассматривается общественностью как более здоровая альтернатива сахару в исследовании потребительского отношения использование национального совета по меду за 2020 год сообщается что мед превзошел белый сахар в качестве предпочтительного подсластителя мед представляет собой сложную композицию сахаров обычных и редких органических кислот ферментов белков аминокислот минералов и так далее на самом деле где-то даже я опубликовал то ли 250 то ли 350 каких-то веществ находится в мед мед показал много преимуществ для кардио метаболического здоровья в пробирке на животных и клинических исследованиях среди этих преимуществ улучшение массы тела воспаление липидного профиля и контроля гликемии однако доказательств этого эффекта в исследованиях на людях не были систематически оценены и количественно определены и понятно что требуется конечно же мета анализ о котором мы с вами уже сегодня начали говорить самом начале вы видите что проблема какая избыток калорий свободных сахаров способствует эпидемии ожирения и диабета второго типа пишут авторы данного мета анализа мед является свободным сахаром но бы считается полезным для здоровья и обратите внимание в 11 в этот мета анализ вошло целых 18 рк и количество людей 1105 давайте сразу переходить к выводам данного обзора мед особенно акациевый запомните клеверный мед и необработанный сырой мед без всяких добавок и там каких-нибудь там 105 могут улучшить гликемический контроль и уровень липидов при употреблении в рамках здорового рациона питания что показал нам данный мета анализ что мед медик наш не просто сахар а полезный сахар а полезный сахар поэтому мы этот медик кладем непосредственно себе в чай и будем сейчас его не знаю там есть чай пить а мед есть и главное если кто-то страдает ожирением чтобы у вас по усам текло а в рот не попало если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичный а главное научные фильмы все пока пока